итак вот на этот малый прорыв он на 40 метров от большого прорыва и стратили 51 сваю и сегодня вот у Игоря опять взяли вот это сверло механическое благодаря ему большие сваи которые нами забракованы были вот они по углам видать большие просто кувалда меньше их весом намного и поэтому она забивать никак не могла вчера Володя упарился с ними вот уже выдвигается только смотрите покров дамбы нигде не задевать пришел Виктор Николаевич все сегодня здесь и Роман работает а Исааки заболел сказали как заболел чем больше всего обидно что начинает это болезнь свою если они где-то помогали с этим то вот он был там там прогрелся потом напился ну что-нибудь такое с работой то есть не работой неработь растет а этого не должно быть болезнь никогда не связывайте с работой если у тебя повреждение было и задел ну работа с работой связано никогда не как да я что-то никак не домогают а вот эти слова выбросить другого не будет организм слишком сложное сооружение в нем все может быть лежат парализованные где-то недвижимые день и ночь на вытяжку у кого-то ребра переломаны кому-то вырезали желудок рак там а мы-то на свободе вот оно где какие деревья отражение красота-то какая 5 августа август макушка лето называют вот как ну и где шлюзы сделали батюшка говорит чтобы могли поднимать досками уровень я говорю не будет этого 5 прудов взял везде поднимать нигде не поднимаете почему когда вода идет а там сильно вода идет ну ясно и сильно идет но она начинает убывать а вот время спите дежурного ни одного не оставляет какой же мчс ни одного а когда приходит вода уже не прибывает а еще теперь ставить доски не нужны лежат гниют при том год из года в год и поэтому сделал такой шлюз такой метры 3 или 4 запор сразу на 70 сантиметров поднял и все а прольвет прольвет значит туда дорога не думали спасать можно было спасти можем а здесь низинка вот здесь низинка случае чего воду спускать вон самом конце вот они делал опять отдал палатку чтобы не портили аккуратные 8 ведер это роман придумался хитрый такой мужик на все доброе хитрец называется то есть умно поступает машиной своей гоняет машина настоящая джип вот он с задним ходом как шпарит так ребята отодвиньте сторонку дайте ему ход прямо средину его вываливать и сразу у него берите ведра туда высыпаете аппалат у него хорош дам палатку а сам дрожу за нее думаю порвут порвут парень кому держи вон туда убить а вон откинь а выхала ведра и надо там сейчас киеве химию будешь кушать надо колодки заваривать очищал это очищает вот это правильно маленько скинул сейчас нагрузку на нее меньше все аккуратненько уберите что по углам нигде не не задеть это ребята лежит палатки сильно не дернешь ты не вытащишь выгребайте того рукой то оттуда там полно вот так вчера мы то заложили 120 а сегодня 32 сваи ну там без одной вроде бы 20 сейчас позвонила любви на его такой тревогой у вас чеснок разложенный на солнце вы без чеснока останетесь нужно что-то делать вот такая тревога должна быть я сейчас никите говорят когда научиться сострадать горе ближнего с плачущим плакать вот тогда у тебя будет христианство а так только это игра христианство вот она прямо со слезами еще здесь хоть вырастили чеснок выступали его и и совсем не думаете ну вот такие мы собрались и не думаем она позвонила сейчас любовь поминаю все там счета место место начинает играть уже сделал все делать нечего и охота поиграть я не вижу где-то где-то там где-то там он бегает какой пассаненок шустрый вот сейчас я спущусь вниз посмотреть вчерашний нашел работу дамбу не знала спущусь или нет маленько пока показать хотя бы вот она где 21 сваю заколотили ну и промазаны они не очень вкусно это будут для бавров как бы не роман начать на сегодня бы не сделали это много земли нужно витя и сказать а володя ты себе берешь штыковую а им отдай эту лопату ну я думал ты там внутри будешь работать вот это наша дамба арсеньев виктор михайлович работал бульдозер руководитель чернышов валерий владимирович мы очень благодарны третий год работает у нас вот и мы все остаемся в хороших отношениях дайте дорогу вы крест уже появился толкушку выявите убери толкушку с дороги раздавят корень там это володя корень солодки посмотри какой большой подними там внутри вон там там внутри внутри лежит внутри вот подкинь его сюда вот сюда вот около ведра положи все бери рассыпай заканчивать надо скоро будем это пока сделали вот так нам сравнять да почти так там на как наискосок а потом высшие которые спели да и все у него пила здесь володя близко много не насыпай сделали так туда-сюда чтобы вода стекала когда а то наоборот переломили обстановку все все там они делать тренируется счета по борьба какая-то боролись сейчас она только на полу держал на земле сергей это уже раз все друзья баба не на смотрят сашка у него был лет пять кому-то стоит их игрушки показывает она в окно ты что делаешь он сразу сложил как у старобрядца два перста мгновенно вот так вот вот так фигушку показала вот так вот а а потом сразу вот так вот а раз и и баба ой 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 вот приехал тут женился на катеньке глушковой ну пока старообрядческая отделенность сильно его разделяет с нами на труд не дозовешься на занятия нету в церкви нету мыслить себя что он старообрядец и старообрядчество не нюхал не знаю старообрядчество это страдание изгнание это много слышал от матери все хорошо рассыпай скорее землю туда сбрасывать скрыть надо свои так все поливать начинай володя это же второй слой второй слой да нет поливать давай поливай так ведь об много не надо так подожди вылепился глава где начинаю снимать никита для стал вектор все уходи уходи давай все это грозит в майдан играет парень давай давай быстрее ты не ли не балагурь давай и все учит кого-то учета все это такое непрактическое против меня выступает священники епископы а я веду радиопрограмма и горит вот он употребляет даже атеистов берет белинского чернышевского начинает перечислять какой же это проповедник то а потом а дальше говорит но передачи его очень интересная поэтому привлекает людей я три радиопрограмму вел а я сегодня один вопрос зачитывал мне вопрос задали вот у вас в дому мы видели фотографии сикстинская мадонна и рядом икона божьей матери так неужели сикстинская мадонна может привлекать людей также как наши иконы и ответ я там дает а в университете с кафедры им никогда не дать такой ответ никогда никому не осипа они этого не знают он знает то что кормушкой служит студентам мозги на бокс вернуть семинаристам я отвечаю журнал новый дагестан то 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 пишет расул гамзатов как один ахмат писатель писатель и поэт написавший о морям то есть о деве марии поэму дагестанский поэт поэт коммунист и он и говорит вот как было у них там воевали когда они в австрии и в это время захватили какое-то село австрийское ну и он видит а этот он называет его кто как казак то этот черкес какой выскочил австрияка из храма и увидел его разъяренное лицо и шмыгнул обратно в костел а он соскочил выхватил кинжал и за ним у него только на неделю убили брата он на куски его разрезать собирался но говорит скачив храм он увидел что тот стоит перед иконой божией матери плачет и он говорит дагестане с другой веры опустился на колени опустился на колени я дальше разъясняю картин много но какая больше всего действует ясно что католическом храме не православная икона была ясно что на первом месте картина номер один рапаэля сикстинская мадонна вот и действует что действует ну разве и называет там журнал какой осипа будет говорить заката я отвечаю мгновенно на вопрос заданный мне почему бог благодать дал запоминать а не главное клеймят а сами тут же и завидует хорошо пробиваете ребята чтобы прошло внутрь продолбить может быть я вторую толкушку взять а надо продолбить там слабо он конце надо сильнее пробить вот она толкушка то у нас володя толкушка вот рядом наверху я привожу дескать это на меня антоний мосиндич епископ но там писал то капранов протеерей заслуженный академик там что только не было и он говорит пользуется игнати выступлениях еретиками тем я привожу выдержки из произведения чарльза спержина мартина лютера ну и там кальвина какие были ну хорошая мысль это даже ленина привожу но передача это евангельская как же на людей это приводит церковь то они этого не знают просто они не знают этих фактов что он будет журналы смотреть осипов да зачем он только учит учиться ему и некогда было кому не стыдали ему это звание масоны и все я то их прекрасно понимаю вдруг какой-то не уж как они меня и лапотников и лапковщина еще только не говорят а сами сидят бесталантные ничего и нету почему потому что талант развивается богом а где дух господни там свобода они рабы боятся епископов бояться друг друга я сегодня это как раз насчитывал из своей книги с открытым оком я уже забыл свой ответ вот